Всем очередной привет, дорогие друзья! Сейчас существует просто невероятное количество различных персонажей в киновселенных, которые, естественно, перебрались туда со страниц комиксов. Сегодня я решил собрать двадцатку, по моему мнению, самых страшных супергероев и суперзлодеев, которые были показаны на экране. Открывает наш выпуск «Зверь из Людей Икс», настоящее имя Генри Маккой. Он является мутантом, который скрывал, что его ступни, похожие на нижние конечности обезьяны, были очень развиты. Создав сыворотку от мутации, Хэнк принял ее, однако вместо положительного результата он превратился в огромного синего зверя с острыми клыками, когтями и неимоверной силой. Нет. Следом идет самая страшная версия «Зеленого гоблина», которая появилась в фильме «Новый человек-паук. Высокое напряжение». Здесь им стал Гарри Осборн, который, желая исцелиться от наследственной болезни, решает ввести себе сыворотку, сделанную из яда пауков. Но он не знал, что эксперимент с пауками предполагал введение в их ДНК элементов генома человека. И Ричард Паркер втайне от всех ввел подопытным паукам элементы своей ДНК. Так что сыворотка, полученная в итоге, способна благотворно влиять лишь на самого Ричарда или на его кровных родственников. А для всех остальных это опасный яд. Не зная этого, Гарри от инъекции сыворотки не погибает сразу, но стремительно мутирует, после чего становится новым «Зеленым гоблином». Халк, только естественно не последняя версия, а зеленый из фильма «Невероятный Халк» 2008 года. Именно эта версия самая мощная, грозная и страшная из всех. А когда эта машина для убийства начинает еще злиться и рычать, то даже закоренелые вояки разбегаются кто куда. Кроме, конечно, Жеблонских. Бывший прокурор Харви Дент, который после несчастного случая стал двуликим, получив обезображенную левую половину лица и неуравновешенную психику. Поэтому он предпочитает решать все вопросы броском серебряного доллара, одна из сторон которого также деформирована. Во время своих преступлений он подбрасывает его с целью определения участия своих жертв. Однако даже в случае, если доллар падает недеформированной стороной, радоваться жертвам все равно не приходится, потому что плохая сторона – это смерть, а хорошая – оттянутая смерть. Туповатый король акул Нанауэ, который был преступником мета-человеком, после чего попал в отряд самоубийц для выполнения мальтийской миссии. И хотя он выглядит очень милым и медленным, но когда он голоден, он теряет самоконтроль даже в кругу своих союзников и готов сожрать кого угодно. Красный красавец Хеллбой, что в переводе – мальчик из ада. Его внешность схожа с демоном, у него красная кожа, большие загнутые рога и длинный голый хвост. В истинном облике над его головой сияет огненная корона, как символ короля демонов. Хеллбой специально спиливает и шлифует рога, так как они сильно мешают его работе. Также отличительной особенностью является каменная правая рука, которая не чувствует боли и не восприимчива к огню. Спаум, что в переводе – отродье. Его настоящее имя – Альберт Фрэнсис Симмонс. Он агент ЦРУ, убитый собственным начальником, который его сжег. Однако по приказу сатаны Симмонс попал в ад. Чтобы в последний раз увидеть свою жену, он заключил сделку с демоном Мелболгей и стал бессмертным Хеллспауном. Он вернулся на землю страшно изуродованным и скажущимися безграничными магическими силами. Главный противник Лиги Справедливости – Дарксайд, настоящее имя которого – Юксас. Он является тираническим правителем планеты Апоколипс. А само восхождение Дарксайда на трон говорит о его злобной натуре. Он убил собственного брата, который должен был получить легендарную Омега-силу, и забрал эту силу себе, превратившись в страшное каменоподобное создание и став одним из самых могущественных существ во Вселенной. А чтобы подтвердить это, его главной целью стало завоевать эту Вселенную и ликвидировать какую-либо свободу воли. А для этого он готов полностью уничтожать миры. Убийца Крок из фильма «Отряд самоубийц». Настоящее имя – Уэллен Джонс, который родился с генетической мутацией, давшей ему крепкую крокодилью кожу, сверхчеловеческую силу, повышенную регенерацию, острые когти и зубы. Его присоединили к Отряду Икс. Он отлично проявил себя в битвах с монстрами-чародейки и инкубуса. Далее у нас идет главный противник грозы всех вампиров из фильма «Блэйд Троица» Дракула, которого здесь именуют Дрэйком. Он был найден и разбужен вампирами после 4000-летнего сна, чтобы убить знаменитого истребителя вампиров Блэйда, который, как и сам Дракула, не боится дневного света. В своей истинной форме Дракула выглядит весьма устрашающе, однако Блэйд, как и всегда, одержал верх. Болотная тварь, он же Алик Холланд. Ученый, заразившийся своим же препаратом и превратившийся в гигантского растительного монстра, который может вселиться и оживить любую растительную материю и сконструировать из нее себе тело. Он легко может восстановить поврежденные или даже оторванные части. Болотная тварь обладает суперсилой неизвестных пределов и убивает злодеев на раз-два. Суртур Суртур, который является огненным демоном, родом из Муспельхейма, земли всех огненных демонов и одного из девяти миров скандинавской мифологии. Он страшный, огромный и злобный стихийный демон, чья сила апокалиптическая. Суртур способен генерировать сильный жар, пламя или ударные волны, может левитировать и путешествовать между мирами. Плюс он обладает гигантским сумеречным мечом, также известным как меч гибели, сделанным из металла, известного как скорбит, который можно найти только в шахтах царства Суртура. Этот магический меч может манипулировать огромным количеством мистической энергии. Самое главное, что фундамент не пострадал, а там надстроить можно. Да, фундамент тоже снесло. Жалко. Эмиль Блонски. Свой путь к невероятно страшной версии Халка он начал как солдат-ветеран, с многолетним опытом, проявивший глубокую страсть к боевым действиям. Неистовое желание Блонски оставаться на поле битвы до последнего, убедило генерала Тадеуса Росса предложить ему попробовать экспериментальную копию сыворотки суперсолдата, которую он принял. Но после своей первой встречи с Халком, Блонски стал одержим победой над зеленым монстром любой ценой, постепенно теряя рассудок и человечность. А когда он заставил вести себе кровь Брюса Бэннера, то Блонски превратился в мерзость, и это слово точно описывает его внешность. Черт. Ну, эффектное лицо. Ладно. Допустим, вы, наверное, не понимаете ни слова, да? Вы меняете в него! Следом идет огненный черепок-призрачный гонщик, он же Джонни Блейс, который ради спасения жизни своего отца продал свою душу демону Мефисто, после чего он стал превращаться в пылающий скелет и карать всех злодеев. Думсдей, который является невероятно мощным и при этом страшным суперзлодеем из DC. Он запомнился тем, что смог убить Супермена. Вне зависимости от версии, это существо было создано искусственно. В фильме «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» его создал Лекс Лютер. А в сериале «Криптон» им стал Дакс Барон, который был солдатом, выбранным для участия в эксперименте по созданию суперсолдата в рамках программы Evolution. Он был подвергнут множеству пыток, в ходе которых умирал и мучительно воскрешался, что заставило его отрастить каменные придатки и костные выступы из всего своего тела. Далее идет еще один огненный. Далее идет еще один огненный демон, только пострашнее, чем Джонни. Это Эль Диабло, он же Чата Сантана, который по фильму является мексиканским мета-человеком. Он обладает экстремальными перикинетическими способностями и способен трансформироваться в огромную скелетообразную форму, которая очень напоминает пламенного шамана. Могущественное демоническое существо во вселенной DC – красавчик Тригон. Помимо множества невероятных способностей, этот злодей и выглядит под стать межпространственному демону, как настоящий дьявол воплоти. Помимо рогов и копыт, Тригон имеет и дополнительную пару глаз, которые делают его всеведущим. С помощью них он обладает обширными знаниями о событиях до того, как они произойдут, и часто знает следующий ход своего противника еще до того, как тот решит его сделать. На третьем месте заклятый враг черепашек-ниндзя. Страшный, даже больше мерзкий, мозгоподобный пришелец с щупальцами из измерения Икс Крэнк, который постоянно хочет вторгнуться и завоевать Землю. Так как он представляет собой живой и невероятно умный мозг без собственного тела, то для передвижения он пользуется различными кибернетическими механизмами, в частности, телом андроида. Сам Крэнк на механических щупальцах помещается в живот этого изобретения. Серебро забирает Веном. Его внешность просто создана для фильмов ужасов. Помимо того, что этот симбиот черный и принимает все время форму гигантского качка, так он еще имеет и большие белые произвольно плавающие глаза, огромный рот с острыми зубами и длинный красный язык. К тому же, эта страшная махина является любителем откусывать пол. Кто же ты такой? Мы Веном. Я хотел быть твоим другом. Мне жаль, Клятус. Да чё его жалеть? Ну и на первом месте, как вы, наверное, уже догадались, красный, зубасый, да еще с огромными щупальцами симбиот Карнаж, который является, так сказать, сыном Венома. Многие задаются вопросом, а почему он красный? Дело в том, что он во всех версиях попадает именно в кровь Клетуса Кессики. В комиксах часть симбиота попала в тело психопата-маньяка через порез, а в фильме Клетус кусает Эдди за руку. Именно в этот момент кровь Брока вместе с частичкой Венома попадает в организм убийцы. Сформировавшийся новый симбиот красного цвета уже не дает убить своего хозяина. Субтитры подогнал «Симон»